Иисус говорит, смотрите, смотрите, берегитесь. Ибо восстанут, 24 стих, лжехристы, лжепророки, лжепомазанники, лжепророки. И тут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам, и так, если скажут вам, вот он в пустыне, не ходите. Вот в подсоенных комнатах, не верьте, не верьте. Вот там, вот там, вот там. Там, вы помните, апостол Павел говорит, слово, Бог действует через свое слово. Оно недалеко к вам. Я помню, опять-таки, вот вспоминаю, начало 90-х годов, когда я был молодым пастором. И вот, я продолжаю учиться, тогда вообще много ездил, везде учился, великие служители. И там какое-то собрание, знаешь, там какой-нибудь проповедник, там молитвы происходят. Вау, 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 вау. А я молодой пастор. Я помню, когда, а к этим проповедникам, ну обычно, ну и сейчас, ну тогда тем более, так обычно было не подойти. Охрана была, нельзя было подойти, там отцепление. Он пришел под охраной, он ушел под охраной. И ты знаешь, и такое создавается чувство, что, вау, вот эти люди, они такие прям, что прям к ним, ну вообще даже, не подойти, не прикоснуться. И такое сильное собрание, там так все, у-у-у-у-у-у. А, наверное, там, где они, там вообще невероятные вещи. Я помню, когда меня, как пастор, я молодой пастор, приглашали, говорит, Виктор, там этот проповедник, он на ужин собирает несколько служителей. И ты будешь одним из этих служителей на ужине с этим великим помазанником. Я помню, как я думал, думаю, это что-то, думаю, это не где-то в большом зале, а на ужине быть. И там, я думаю, там такое будет вообще что-то, такое прям, вот раз такое. Потому что у него такое раз такое, что к нему людей не подпускают даже. Чтобы кто-нибудь там не напачкал чего-нибудь там своим, не таким и не раз таким. А меня допустили до ужина с этим великим помазанником. А, мы с ним вместе будем есть суп. Я верил, что с каждой ложкой будет Бога больше и больше в моем внутреннем мире. Ну и просто был обед. И просто был ужин. И все. Просто ужин и просто обед. Я помню, думаю, ну, наверное, там кто-то устал, а вот другой помазанник. И с другим поужинаешь, и тоже просто ужин, а с тем пообедаешь? И у меня возник вопрос, а что их защищают-то? И тут понял, ты понимаешь? Когда вот ты идешь, и тебя охраняют, не подойдешь, ты особенный человек, особенный человек. Особенный зашел тут, особенный сделал вещи, по-особенному ушел. О-о-о-о! Особенная атмосфера. А кушают с ним, ну, несколько человек. Всего лишь. У нас тоже, помните, в начале 90-х годов тоже ко мне не подойдешь. Помните же было? С охраной я был. Там с рациями ходили. Когда еще ДК Лавро, помните же, да? О-о-о-о! А потом как-то я помню, это закончилось все плавно, плавно. Ну, как бы, некоторые думают, наверное, помазание такое сильное отошло от пастора, что к нему теперь спокойно подходи. Да нет. Я читал Евангелие. Помните, Иисус шел в дом Аира, и вон народ теснил. Помните, да? Так народ теснил его, теснил со всех сторон, теснил, что он там еле прошел. И одна женщина там теснила его, коснулась и получила исселение. И он говорит, кто-то меня коснулся. Ученики, Иисус, у тебя тут столько летит. Толпень! Это все, что в час пик в автобусе ехать. Кто-то надавил на меня. Кто-то тут надавил на тебя. Тут на тебя давит весь автобус. Я думаю, Иисус, спокойно. Хотя он же мог. Он так, так, апостолы, цепочку. Все такие, срочное дело! Иисус исцеляет дочь Иаира. Пошел отсюда! Женщина! Там девочка умирает и лезет. Все, Иисус такой идет в окружение, такое оцепление. Он пошел. Где осел? Почему не белый, а почему серый? Что там? Написано же было у меня в этом... Как это называется? Райдер! Белый осел! Спереди, сзади два черных! Ты ж богатый, Иаир! Дочь одна! Не можешь нормально позаботиться! А нам ведь высылали райдера, разные проповедники. И когда это все читаешь и думаешь, ну понимаешь, ну так круто! Ну я вам скажу честно, но мне нравилось, когда вокруг меня ходят с рациями. Ну приятно! Ты чувствуешь себя каким-то важным. Ты идешь, тебя с машины никого не пускает. Идешь, ты важный такой. Все, что надо. Сейчас он пойдет на сцену, будет молиться, Бог воскоснется. Сейчас не лезь. Ажиотаж называется. И что интересно, на психику это работает. Думаешь, о-о-о-о, если даже к нему подойти нельзя, представляю. Это все интересно. И это, знаешь, интересно для психологов, для разных всего. Только вот с Библией и с христианством это не имеет ничего общего. И я помню, когда это встало у меня в жизни, я думаю, Господи, прости, по недоумению. И мне говорят, там служба порядка, не надо никого. Как, они же все к тебе подходить будут? Да, пускай, кто хочет подошел, спросил, кто хочет теснить тебя, да? Я знаю, что частичка ореола ушла. Раньше вот не подойдешь к нему, а сейчас подошел, ушел, встал рядом, сбоку, справа, слева. И одно дело создавать вокруг себя ложный образ, а другое дело с Богом жить. Понимаете? Скажешь, ну там вот, ну пускай там вот это. Ну есть там, ну ничего нет там особенно. И я вам скажу такую вещь. Послушайте. Я был в разных странах, на разных служениях, служениях невероятных, благословенных. Не было ни одного служения, в котором я присутствовал лично, где было бы что-то более сильное, чем то, что происходит у нас здесь в церкви, на собраниях. Нигде. Нигде. И где-то был больше ажиотаж, где-то было больше такого, где-то было вот такого, где-то вот всякого. Такого было больше. Но реальности нигде я больше сверхъестественной не видел. Нигде. И я продолжаю верить в чудеса. И я верю в Бога. И я не хочу ничего иметь общего с этими выдуманными вещами. Потому что я отвечаю, я верю в Бога. Я приду однажды к Господу, Иисусу Христу. И я хочу, чтобы люди, которые приходили в церковь на собрания, мы с вами вошли в Божье Царство. А мы не были теми, кто говорит, Господи, Господи, вы кто? Как? А чудеса? Ну, чудили вы там много. Ну, я вас-то не знал. Как? Мы же бесов изгоняли. Мы же там такие вещи творили. Не знаю. Не знаю. И посмотри, Иисус дальше говорит. Ибо как в одни... 38 стих. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Две мерящих в жерновах. Одна берется, другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Не только его на горные опробовать, но его последние беседы с учениками. Это было предупреждение. Не покупайтесь на эти вещи. Этот мир, он полон всяких таких, как это ажатажа, вот это и выдуманных каких-то новостей, распиаренного бума какого-то. Не будьте от мира, будьте другими людьми. Вас должно отличать любовь, верность, радость, терпение, милосердие, благость, доброта. Я помню, однажды я читал Григория Померанца, и этот человек говорит, знаете, стиль полемики намного важнее предмета полемики. Я так не понял, что как-то стиль, то есть стиль, как мы с тобой разговариваем, важнее темы нашего разговора. А потом понял, что да, потому что тема можно менять, а стиль-то он остается. И он говорит, что дьявол рождается из ангела, который спорит с пеной на губах, из ненависти, с которой люди пытаются защитить истину. То есть понимаешь, когда человек с пеной на губах, с ненавистью защищает истину, нет тут никакой истины. Неправильные слова, не Господи, Господи. Ведь все эти вещи, смотрите, любовь, доброта, милосердие, терпение, это больше к стилю имеет отношение. Ты с терпением относишься к нему, с терпением ты его выслушиваешь или не с терпением. Правда же, да? С любовью или нет? Милосердие ты относишься или нет? Вот что такое настоящая вера, вот что такое настоящее христианство. А иначе, как вот в том стихотворении, когда на исходе века взял и не спроверг злого человека, добрый человек из гранатомета, шлеп и все дела. Стало быть, доброта посильнее зла. И вот это, знаешь, когда люди, чем отличаются люди Божьи от людей тьмы? У нас белые автоматы, а у них черные. Это как солдатики. Милые мои, у нас должен быть дух другой. Мы должны быть другого духа. Другого духа. Мы другие люди. Поэтому это происходит. Всегда было выдуманных исцелений, выдуманных. Их всегда было очень много. И это всегда подкупает многих людей. И это происходит всегда. И я могу понять людей, которые верят, а в их жизни мало что меняется. И приходит такой. Но я не верю в слепую веру. Я верю, что наше упование на Бога, оно не боится реальности. Не боится. Не боится. Когда мы верим, мы молимся за исцеление, это должно быть подтверждено не то, что ой, кому получше? Тебе получше? Тебе. Все, вам, вам получше. Бог велик. Все. Они потом, не, ладно, а мне там не получше уже. Ладно, все, тебе не получше. Знать не хотим. Мы ищем других, кому получше. Надуманный вот этот ажиотаж. Когда, ой, давай, как вот, сразу вспоминаю. Эй, дай, ходи так, туда, ходи. Сюда, да, да, да. Да, сюда, ходи. О, что ж ты так сходил? Ты что? И все. И я хуже играя выигрывал. Почему? А, вот такая атмосфера. Иногда, когда попадаешь в церковь, и такая атмосфера. А, ой, ой. Вот подождите, подождите. А все вон те, кто приехали на колясках, они все уехали. А потом смотришь, там прям чудеса такие везде. Ну, я же видел, все уехали. Как на колясках были, так на колясках уехали. О, ой. Или там еще кто-то на коляске приехал, его подняли из коляски. А есть такие люди, они могут ходить, их просто возят на коляске, потому что они слабенькие. А он встал с коляски, о, встал, пошел. Так он всегда ходил. Он всегда ходил. А что на коляске? Даже в аэропортах есть пожилых людей, там возят на коляске. Подходят, их раз повезли. Все, на коляске привезли. Так, можешь ходить? Могу. Ну-ка. Берут коляску, выкидывают. Куда коляску выкинули? Как я домой поеду? Ты ходишь сама. Я раньше ходил, мне удобнее было так. Ничего, было удобно, а неудобно. Зато Бог чудеса делает. И вот эти все моменты, все эти вещи. Знаешь, так больно от этого. Так больно. Потому что вы должны знать, те, кто ходят сюда, в нашу церковь, наша церковь является церковью веры, мы будем верить, продолжать верить, молиться и продолжать уповать. Но я не собираюсь обманывать и манипулировать. Я не собираюсь рассказывать половинные истории, придуманные все эти вещи, нагнетать атмосферу. Потому что нагнетение атмосферы, оно ничего не имеет общего с Богом. Вы помните, когда в свое время, начало 90-х, конец 80-х, там Кашпировский был, помните там? Сидели там тоже у него головами мотали. Помните, да? Но есть люди, они более внушаемые. Они вот так вот, они... И в церкви тоже там можно такую атмосферу. Раз, Бог здесь. Два, Он велик. О, смотри-ка ты, а у нашего пастора головой не мотают, а тут мотают. Бог велик. Будь в мотающей церкви, в церкви мотающих голов. Просто проблема в чем? Я из семьи медиков, у меня все медики, понимаешь? Им, ну они медики, они знают, что есть психосоматика, все эти воздействия. Но я-то верю в сверхъестественные чудеса. Если ты хочешь, ну, есть такие люди, и церкви служат, и попляшешь, и попляшешь, и потом полегче. Потом смотришь, что-то не исцелился, скажут, ну так не веришь. И ты думаешь, ладно, и что-то так, и Богу я ничего не верю, и как гадский утенок. Какой-то. Первое. Я хочу, чтобы мы все с вами, прежде всего, были спасены и шли на небо. Поэтому в нас должны быть плоды духа. Плоды духа. Больной ты, здоровый, ты все равно однажды умрешь. Но если у тебя не будет любви, а Бог есть любовь, ты не войдешь в царство небесное. Она об этом Павел написал. Плод духа и дела плоти. Посмотри в своей жизни, что есть. Имеющие дела плоти, творящие дела плоти, царство Божие не наследует. Второе. Мы верим, что Бог великий и Бог исцеляющий. Мы будем молиться. Третье. К сожалению, происходит не на все молитвы, ответы, не на столько чудес, сколько мы хотели бы видеть. Но мы все равно Бога не оставим и будем уповать на Него. И в жизни, и в смерти. И в жизни, и в смерти. Поэтому вот это направление, в котором я иду, и в котором я готов и буду вести всю церковь. Если кого-то интересует, есть в церкви неверующие в чудеса, отвергающие, что сегодня есть сверхъестественное воздействие. Есть масса служений с выдуманными пророчествами, выдуманные. Ну, есть эти вещи. Проход говорят, с селением выдуманное. И с профессиональным нагнетением ажиотажа. Очень здорово. И причем я знаю эти методы. Но я не буду их использовать. Потому что я Бога верю. ни в психику, ни в психологию, ни в психосоматику. Я хочу, чтобы Бог действовал, Бог касался, и Бог исцелял людей. Бог исцелял людей. Вы знаете, мне так понравилось то, что сегодня говорил Алексей Сукери, когда он молился за болезни, за нуждающихся, и он рассказывал, как они шли. Ну, нас несколько братьев в августе поднялись на Эльбрус. И он говорил, что идешь к этому, идешь. Поймите, настоящие вершины, они легко не даются. И есть плата, и есть цена. Поэтому не сдавайся. Если не приходишь, то быстро не сдавайся. Я вот говорил, один из людей, это Александр. Саша, можешь тебя на минутку, да? Пожалуйста. Он тоже служитель нашей церкви, и вот ты знаешь, я вам скажу честно, я не знаю более выносливого человека, можешь подняться, чем Александр. И мы с ним вчера сидели, просто то ли арбуз ели, то ли что там, то ли суп ели. Вот. И сильный был. Вот. И я просто расскажу, как вы понимаете. Александр, он такой скромный человек, он уже кучу лет в церкви работал, но он очень скромный, очень смиренный, настоящий верующий. Вот. И ну и родился он в ну обычно, кто рождается в конце ноября, это люди какие-то, особые. Вот. Ты родился же 29 ноября, слава Богу. И и мы были, и ты знаешь, и он рассказывал, как они шли. И рассказывал, Александр рассказывал, как несколько там были моменты, когда хотелось развернуться и домой пойти, да? Вот уже говорит, потому что там горная болезнь есть. Вот, да? Расскажи, там плохо или что-то такое, да? Ну горная болезнь это когда человек еще не адаптировался к высоте, у него болит голова, тошнота, ничего не можешь есть. И очень такое состояние очень ослабленное. Вот. И действительно, в один момент мне кажется, мне казалось, что все, я уже буду спускаться вниз. поближе карта. И мне казалось в один момент, что я буду спускаться вниз, потому что казалось, что невозможно подняться. А ты еще не рассказал, что для тебя у него была мечта подняться на Эльбрус, да? Он мечтал об этом несколько лет, да? У тебя была мечта, он собирался, готовился к этому. и вот представляешь себе, ты вот идешь и и мечта и вдруг думаешь, все, надо идти назад, да? И был даже, можно я расскажу? Да. Он упал 50 метров. Это наверное по расстоянию как два девятиэтажных дома. Можете представить себе? Вот. И по этому склону там и все, и все. И я ему, я его спрошу, а когда тут, ну, 50 метров лететь, катиться, это, ну, можно много что подумать в это время. Я говорю, что ты думал в этот момент? Думал ты все, потому что ты же не знаешь, куда катишься, может быть, там же такие места, что... вот. Вот. И... Ну, но несмотря на что и на это, несмотря на эти все вещи, мы все равно поднялись, да? Поднялись и были на вершине. И... и что? Ну, он мне сказал, говорит, теперь, говорит, я о других горах мечтаю, да? вот, я не знаю, что... о других, о других горах, вот, мечтаю, и новые мечты в сердце. Ну, ты знаешь, вот я просто... мы поговорили с ним во время, а потом он... ну, они уехали, я сидел, и я думал, думал, человек мечтал много лет, и шел, и этот... Потому что, ты знаешь, когда всем тяжело, Саше не тяжело. Я же с ним шел на конжак. Я же знаю. О, Саша шел, и свой рюкзак нес, и мой рюкзак нес, и я его догнать не мог. Вот. И... я не могу себе представить, что это значит, Саше тяжело. Вообще не могу себе представить такое. Потому что там, где Саше тяжело, там просто другие умирают и лежат. Но ему было тяжело, и... и вот это... и поднялся, и все. И вот, знаете, точно так же есть... у каждого из нас здесь есть вершина, правда же? Есть вершина. И... и по пути к этой вершине всегда есть моменты, когда что-то говорит, давай, сворачивай. А можно, знаешь, из-за людей, они вот от этой горной болезни впадают в прострацию. А можно не подняться, спуститься и говорить, а мы поднялись, тоже можно. Никто не проверит, там никого не было. Вот. А мы там были, а на самом деле... Ну, можно... можно выдумать, выдумать, что ты был там, да? Или еще что-то такое. Но есть... есть настоящая реальность. И бывает, ты падаешь, и бывает, катишься вниз, но ты все равно... все равно... все равно идешь. И точно так же у каждого из вас есть определенные свои вершины. Не променяйте их на выдумку. Не сдайтесь. Давайте будем идти выше и выше. У нас у церкви есть точно так же вершина, правда? И мы поднимемся. Хотя иногда думаешь, о, пора спускаться вниз. Голова кружится или еще что-то такое. Не сдавайся. Не сдавайся. Не сдавайся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok